Я нахожусь в февральмоническом обществе Санкт-Петербурга И сегодня буду рассказывать о трубаче Доне Элиси Полностью, конечно, Дональд Элис, но он пишет себя всеми Дон Элис Эту фигуру нельзя обойти Ему было дано всего 44 года прожить на этом свете За это время он записал огромное количество пластинок, получивших большие награды Он привлёк внимание всей Американской Дни американской публики Он играл на многих фестивалях, его очень любили Не все были согласны с тем, что он делает, но, с другой стороны, это был очень любопытный просто экземпляр Это лучших, которые интересуются всем, что есть вокруг Его интересовала индийская музыка, болгарская музыка, все фольклорные броши Он окончил Бостонский университет, между прочим Значит, родился он в 1934 году в Лос-Анджелесе Мать была церковная органистка Отец священник Методист Вот так Вдохновил его биг-бенд Томми Дорси Он просто за биг-бенд, сказал, я хочу биг-бенд И он начал играть в биг-бендах в танцевальных Ему повезло Кумирами своими он читал Армстронга и Гелеспи, бесспорными То же самое тоже наверху залезает великолепно Но самое главное, он попал в биг-бенд, которому угодил Рэй Маккинли Напомню, что Рэй Маккинли – это барабанщик оркестра Миллера И когда Миллер ушел из жизни, а оркестр вернулся в Америку, возникло несколько оркестров имени Миллера Потому что каждый из читал, что только он знает, как правильно Но популярными стали только два оркестра Оркестр Текса Беннеке, который был знаменит, благодаря Чатаноге Чучу же, но я спел Он продолжал петь все, ахали-охали И он собрал такой симфо-джаз и очень успешно выступал И оркестр Рэй Маккинли без всяких скрипок Это бенд продолжатель Диала Миллера Тоже очень популярный И вот Дон Эльц попал в бенд Рэй Маккинли Он очень был доволен То есть традиционную музыку он великолепно изучил Затем он окончил Бостонский университет Потом прошел в армию В армию он играл в симфоническом оркестре Седьмой армии в Франкфурте на майне Ничего себе! Мы не знаем, что там творилось, но оркестры были симфонические Значит выяснилось, что он концерты классические на трубе играет Тоже, но отдает прочтение джазу И причем не похожего на мейнстрим И я думаю, что нам надо начать тоже послушаем его концерты трубы Концерты трубы он сыграл на очень популярном в Америке шоу, который ведет артист Эд Салливан Это шоу смотрят почти все Ну это как у нас Малахов, он такой человек примерно И все узнали, кто такой он полностью сыграл свой 17-минутный концерт Но мы фрагменты этого концерта посмотрим Какую музыку он создает С какими музыкантами мы увидимся там Надо посмотреть, кто там играет за ним И он играет большое соло В общем, оценить его как профессионал АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 технику но и в то же время латиноамериканскую параллельно у него играет барабанщик играет еще 34 перкуссиониста затем это конечно форма музыкальная у него всегда было продумано очень хорошо и эффекта было много и солисты были великолепны он их не объявляет на бассейн которые написаны но музыкантов прекрасных уже в это время было много и с удовольствием люди играли хотя играть было трудно еще одна революцию которым взял фритме у него есть пьесы написанные на 7 четверти 9 четверти собственно начинал это делать брубок до это революция прошла и до него начинался уже ладовый джаз он использует это на грабе иногда ладовый джаза долго-долго на стената потом тут переходит на гармонии традиционные все это есть есть и 27 четвертых как это можно выразить я не представляю как записано внутрь как музыканты считают мы сами послушали с вами первую пьесу там было 5 четвертей но это надо считать а вот так вот не считая надо наслаждаться музыкой и все есть пояснение 1 который он сам давал у него 19 четвертей было так 3 3 2 2 2 1 2 2 2 значит то ли это так ты то ли это но ведь мете современные музыканты это читают с листа и такая подготовка ты он репетировал конечно но все это даже заполнить нельзя значит все это вот вместе дал кого это новое такое ощущение вот ну во время и что такого еще не было их его часто спрашиваю чтобы на музыку играйте он сказал так я не уверен что это моему что моя музыка это джаз или третье течение классика или еще что-то даже не уверен что это музыка называйте это шумом идущим от дона элиса ну шутка конечно шума много он дает но все-таки есть это и музыка давайте послушаем одну из самых известных его тем она считается выдающейся тема называется индиан леви а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 джаза и джазным музыкантом и всем вы любим да вообще Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!